Всем бодрого настроения, ребята! Сегодня хочу рассказать вам про одну из самых популярных зубных щеток с Алиэкспресс Xiaomi Oklin X Pro. А также сравнить ее с моей щеткой, которой я пользуюсь уже около двух лет, Oklin X, и заодно разыграть Oklin X Pro среди подписчиков моего канала. Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на этот канал, подписаться на второй канал, ссылка на который будет в описании, и оставить под данным видео любой комментарий. Итоги подведу через неделю в моей группе в ВК и в Телеграм-канале, ссылки на них также в описании. Щеткой Oklin X я пользуюсь уже очень давно, периодически в распродаже покупая сменные насадки на нее, так как их необходимо менять. Сразу хочу отметить один момент, у продавца на странице указано, что данные щетки ультразвуковые, но это не так. Ультразвуковая щетка имеет в своей конструкции мотор и специальную пластину из пьезокерамики, расположенной в рукоятке изделия. Подобное устройство создает ультразвуковые волны с частотой колебания в 1,6-1,7 МГц, и за минуту щетинки подобного устройства совершают примерно 100 миллионов колебаний. Это настолько быстро, что человеческий глаз не в состоянии разглядеть подобное. Данные щетки по конструкции и частоте колебаний к ультразвуковым, но никак не относятся. Это звуковые щетки, поэтому при использовании подобных устройств не надо переживать за свои пломбы. Если они установлены качественно, то подобные устройства на них никак не повлияют. А вот зубной камень снять, они в состоянии, и можно будет сэкономить на чистке зубов у стоматолога. И вся эта информация основана на личном опыте, а не взята где-то из интернета. Пломбы все на месте, а вот на снятие камня ходить стал реже. Вообще, отличий между прошкой и стандартом не так много, как хотелось бы. Основное отличие это частота колебаний. У Pro-версии она составляет 42 тысячи колебаний в минуту, а у стандарта 40, что на практике при использовании, ну никак не отличается. Плюс немного переделан интерфейс дисплея, есть разница в цветовых решениях корпуса, в стандарте он только белый, а Pro-версии бывают синего, зеленого, розового и фиолетового. И все, поэтому и разница в цене между этими щетками минимальна. Pro-версия стоит всего примерно на 500 рублей дороже. Упаковка прошки внешне отличается от стандартной Oklin X. Она более богаче выглядит. На подарок к 23 февраля или 8 марта, просто бомбический вариант. Но наполнение в коробке осталось без изменений. В коробке сама щетка с насадкой, кабель питания microUSB и специальная база для зарядки, она же держатель. Базы у зубной щетки идентичны и взаимозаменяемы. Конструкция их достаточно интересная. В них встроен магнит, который позволяет удерживать щетку в вертикальном положении. То есть при желании вы можете снять защитную пленку 3М скотча, что поклеен на тыльной стороне и приклеить базу где-то на стене в ванной комнате. А в случае необходимости просто отцепить сам зарядный модуль, отнести его куда-то вместе с щеткой и зарядить. Для подзарядки щетку необходимо установить в базу вертикально, чтобы контактная пластина в нижней части рукоятки совпала с контактами на базе. По-другому щетка не заряжается, индукционной катушки тут нет. Магниты тут достаточно мощные и они в состоянии удерживать щетку даже в горизонтальном положении. Емкость аккумулятора 800 махов. Время полной зарядки аккумулятора составляет всего 2 часа. Это очень хороший показатель. Большинство щеток, что у меня были на обзорах в последнее время, заряжались по 5-8 часов. Время работы на одном полном заряде около 150 минут, а это значит, что используя щетку 2 раза в день по 2 минуты, вы будете ее заряжать не чаще 1 раза в месяц. Кстати, за все время использования Oclin X я не заметил просадки аккумулятора по емкости. Все так же стабильно держит заряд. Щетки внешне имеют небольшие отличия. Первое, что бросается в глаза, это обрамление дисплея. В Pro версии оно черного цвета, что визуально делает дисплей больше, хотя они тут одинаковые диагональю в 0,96 дюймов. Плюс чисто тактильно у Pro версии отличается пластик корпуса, он здесь более гладкий что ли. У моей щетки он матовый и очень цепкий, что немаловажно, так как во время использования под пальцы попадает вода и зубная паста. Корпус квадратный с закруглением с краев, что также добавляет удобства при использовании, в отличие от вариантов с круглыми и овальными корпусами. Насадки идентичны, взаимозаменяемые. Щетина в обеих вариантах нейлон торговой марки Tainex, производимый компанией DuPont. Эта фирма считается лидером в мире по производству подобной продукции. Зубные щетки могут подключаться к смартфону через специальное приложение. Тут можно посмотреть статистику по использованию щетки. Пора не пора менять насадку. Есть очень подробный аналитический отчет по качеству чистки зубов, который подскажет вам, какой группе зубов при чистке вы уделили недостаточно внимания. Можно выбрать и настроить алгоритм работы щетки. Тут есть 13 пресетов от производителя, от классической чистки до ухода за брекетами. Но если вдруг ни один вариант вам не подходит, вы можете создать свой собственный и использовать его. Ну и также в приложении можно обновить прошивку, выбрать интерфейс дисплея и так далее. Собственно, основная фишка данных зубных щеток это именно наличие дисплея. В данных моделях он носит не только информативный характер, с его помощью можно полноценно настраивать и изменять режимы работы щетки. На выбор есть чистка, отбеливание, массаж, можно выбрать интенсивность работы и продолжительность по времени. Ну и плюс в определенные даты на дисплее отображаются поздравления с новым годом, с днем рождения, рождеством. Когда меня зубная щетка первый раз поздравила, я немного удивился, до чего дошел прогресс. В Pro версии интерфейс дисплея претерпел изменения. На мой взгляд, как в лучшую сторону, так и в худшую. Из плюсов тут переделали шрифты русского языка, сообщения стали более читабельны и не надо вглядываться в мелкие буквы, чтобы понять, что там написано. Все стало более-менее понятно. Плюс тут появилась третья вкладка со статистикой по последней чистке зубов. Стандартным она отображается по окончанию чистки некоторое время на дисплей, а потом пропадает. И чтобы полноценно проанализировать, необходимо лезть в приложение, чтобы посмотреть ее там. Но в стандарте равномерность чистки зубов отображается в процентах, а в Pro версии в виде схематической картинки. И мне лично вариант с процентами более понятен. Естественно, обе щетки имеют влагозащиту уровня IPX7. За контроль чистки отвечает 6-осевой гироскоп, установленный в рукоятке. В целом, какой-то кардинальной разницы между Pro версией и той, которой пользуюсь я, конечно нет. Менять Oclean X на Pro уж точно смысла никакого. Но, если покупать новую, то я бы взял, конечно, Pro, так как интерфейс дисплея поприятнее в смысле читабельности. А если вам дисплей вообще не нужен от слова совсем, то можно обратить внимание на модель Oclean Air. Это та же самая зубная щетка, абсолютно по функциональности идентичная этим двум. Она также подключается к смартфону, но на ней просто нет дисплея. И стоит она, соответственно, прилично дешевле. Ссылки на все щетки сегодняшнего обзора оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите актуальные цены, читайте отзывы реальных покупателей. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Все читаю, на все по возможности отвечу. Лайк, видосы и подписка помогают в развитии канала. А на сегодня все. Всем пока и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok